В этот день на улице было дождливо и ветрено, но праздник не отменили, а решили провести в здании ЦКР. До начала основного действия ребята могли поиграть в огромный твистер, разукрасить лицо аквагримом. Заключительный праздник в рамках проекта «Наш веселый двор» назывался «Добрые сказки детства». Ребята попали не куда-нибудь, а на день рождения медведя Миши. Поздравить именника пришли герои из разных сказок. Они приготовили немало интересных и веселых конкурсов. В этом году праздники для детей проводились в июле и августе. Каждый четверг ребята ждали что-то новое и интересное. Мне нравится то, что у них здесь очень весело и с нами здесь каждый год играют. Организаторы придумывали разные темы для праздников. По словам Анастасии Нестеровой, им это удалось. В июле-августе прошло 10 больших праздников и ни один не повторился. Формы разные тоже праздников. У нас 4 праздника были станционные, а когда ребята работали на станциях, то есть была общая часть и были отдельные такие вот станции, по которым детки бегали. И еще 2 праздника мы провели, они такие вот общие. В основном все происходило в круге или рядом с ним. Над созданием и проведением праздников работают не только постоянные сотрудники Дома культуры и молодежи, но и ребята, трудоустроенные на лето, а также волонтеры. Лично я всегда мечтала волонтерить, и вот моя подруга сказала, что есть такая возможность, и я решила попробовать. Просто хотел помогать детям и просто принимать участие в разных мероприятиях. В шумном кругу детворы можно заметить как дошкольников, учеников начальных классов, так и совсем юных пущенцев. По словам Анастасии Нестеровой, возраст участников в этом году по сравнению с предыдущим сильно варьируется. Если раньше это было, ну дошкольники лет с 5 и дальше, то сейчас к нам приходят, детки там даже с 2 лет хотят с нами работать, и мы придумываем как бы сделать так, чтобы им тоже было не скучно, ну и старшим было не скучно. На дне рождения Миши ребята познакомились с персонажами различных сказок. Здесь был кот в сапогах, бычок с малиной бочок, Аленушка, домоменок Кузя, Пеппи длинный чулок, Карлсон, что живет на крыше и многие другие. Каждый герой приготовил подарок, игру, ребята занимались веселой зарядкой, коллективно разукрашивали рисунки, принимали участие в эстафете. Время пролетело быстро. В завершении праздника заметно подуставшие ребята прощались со сказочными героями до следующего лета. До нового сезона «Наш веселый двор». Анна Лихачева, Андрей Михалин, Тимофей Акимов, ТВС Пущино.